Сейчас мы будем... Начинайте приветствовать специалиста. Вы поможете создать в нашей гостиной теплую атмосферу. И спикеры будут приятно работать, и вам получают полезную и интересную информацию. Ждем восклицательных знаков, каких-то еще приветствий. Да, благодарю, уже пошли. Людмила, Татьяна, Людмила, Виктория. Отлично. Ольга Ци Таро, экстрасенс, парапсихолог. Инициирована в Рейке Усуи, вторая ступень. Обучалась в центре Натальи Бантеевой в Академии китайской метафизики Фэншуй, вторую ступень. Создатель ведущих тренингов по магии Таро, энергомагии, финансовой магии. Занимается гаданием на Таро, консультирует и помогает магии в финансовом процветании отношения. Проводит чистую, ставит защиту от негатива. С помощью Ольги Ци многие смогли встать на ноги, развили успешный бизнес, сделали головокружительную карьеру, вышли замуж, родили детей, вернули себе любимых, смогли начать новую счастливую гармоничную жизнь. Вот так вот все позитивно. Благодарю вас всех за приветствие, за вашу активность. Ольга сейчас расскажет вам об энергомагии, процветании и невероятных возможностях каждого человека. Вы узнаете, почему и для кого случается кризис, и какие уникальные энергетические способы выхода из кризиса существуют для каждого из вас. Какие способности к процветанию есть у каждого человека. Вы познакомитесь с теми шагами к процветанию и богатству, откройте новый взгляд на свои финансовые проблемы и возможности, сможете встать на путь процветания и богатства. Ну, собственно, вот и все. Встречайте Ольгу. Сегодня будет по-настоящему интересно. Будьте активными, поддержите спикера. Здравствуйте. Здравствуйте, приветствую всех. Очень рада видеть вас в числе слушателей моего семинара. Он посвящен тому, как настроить себя на волну богатства, на волну процветания, на волну успеха. Я очень волнуюсь, поддержите меня. Так, ну, с чего начать? Меня уже представили. Я энергопрактик. Очень рада вас видеть. Спасибо, видеть ваше приветствие. Я энергопрактик. Начала я с того, начинала в свое время с того, что спасибо большое за поддержку. Итак, как я пришла к вопросу о процветании, о богатстве? Ну, в наше сложное время многих, очень многих волнует этот вопрос. То есть мне пишут в социальных сетях, мне задают вопросы о том, как вообще продвинуть себя. Мы настолько зажаты какими-то экономическими другими предпосылками, и кажется, что внешние энергии, они иногда работают против нас. И вы, наверное, замечали, что у людей успешных, у них особая аура, у них особая энергетика. Это энергетика успешного человека. Она вот не зависит ни от моральных качеств человека, ни от чего. Вот она просто настроена на определенную волну. И я как раз хотела поговорить с вами о том, как на эту волну уметь настроиться. Что для этого... Одну минутку, сейчас музыку выключу. Что для этого нужно, какие на этом пути возникают вопросы, и как все-таки выйти на свою ровную дорогу. Итак, наверное, вы не случайно и здесь слушатели, вы знаете о том, что все-таки первично это энергия. И мы все живем в материальном мире, материальный мир – это суть проявления различных энергий. Со мной согласны? Если да, то поставьте, пожалуйста, пятерочки. Кто согласен с тем, что энергетика, она первична? Ну или да, или пятерочки. Вот, чтобы я видела, да-да-да. Ваше понимание вопроса и поддержку. Итак, да, я вижу, очень рада. Итак, здесь именно важным является понимание того, что человек, он является некой энергосистемой. Эта энергосистема, она состоит, ну она такая достаточно сложная, она состоит из нескольких тел, вы об этом тоже уже, наверное, знаете. Все они объединяются, и обязательно все энергопотоки проходят через наши чакры. Что такое чакры, наверное, вы тоже все знаете. Все знают, что такое чакры? Еще пятерочки, пожалуйста. Надо мне это объяснять или нет? Кто не знает, что такое чакры? Единички поставьте, пожалуйста. Все знают. Итак, чакры – это энергетические центры, да, через них проходит энергия человека. Мы, с одной стороны, энергосистема, с другой стороны, мы активно взаимодействуем с внешними… Да, наверное, уже нет таких, кто не знает. Ну, вы знаете, я сталкивалась, на самом деле, ко мне приходили люди на прием, которые говорили, что они не совсем в курсе, что это такое, но тем не менее приходили ко мне на прием, и это уже радует. То есть, людям все равно это интересно. Итак, значит, что такое энергетические центры? Мы знаем, что… Зависла запись? Меня все видят? Поставьте, пожалуйста, пятерочки, если вы видите меня все. Отлично. Звук. Так, хорошо слышно? Звук. Звук есть. Все отлично. Итак. Итак, по поводу энергосистемы. Если вы будете… Если вы будете… Не будете настроены, точнее, на прием энергии… Вот у энергии процветания есть определенная частота. Я бы назвала это так. Определенный код. Если ваши вибрации… Да-да, что-то мне пишут организаторы, что нужно перезайти в комнату. Да, просто таким же именем. Ясно. Хорошо. Хорошо, спасибо, Елена. Итак, ваша энергосистема. Она должна быть настроена на прием вот этой самой волны, которая позволит вашему приемнику, вашему денежному каналу принимать достаточно большое количество вот этой энергоинформационной структуры, процветания. Здесь важны какие моменты. Во-первых, ваша энергетика должна быть чистой. Она должна быть избавлена от серьезных блоков. Особенно в третьей чакре, в третьем центре и в первом центре. Я расскажу потом немножко попозже, за что отвечают эти два центра – первый и третий. то есть энергетика должна быть избавлена от блоков. Во-вторых, энергетика должна быть достаточно чистой. В целом, ваше поле должно быть цельным, чистым, защищенным и готовым на приемы позитивной энергии. Затем, Игорь, и самое главное здесь очень ключевое слово – гармония. То есть то, что вы делаете, то, что происходит в вашей жизни, то, какой вы внутри, это должно быть достаточно гармонично. Я объясню. Есть категория людей, которые добывают себе финансы не совсем честным путем. И здесь их успешность особенно видна тогда, когда, например, человек, прямо скажем, ворует у государства. Если он делает это гармонично, если он это объясняет себе тем, что он делает все правильно, то, что его совесть спокойная, у него все получается. Если человек начинает бояться чего-то, расплаты, кары, либо он начинает не любить то, что он делает, либо он начинает сомневаться в том, что он поступает правильно. Вот это все уже начинают работать блоки. Я вас не призываю сейчас ни в коем случае нарушать закон, но на этом крайнем примере я привожу вам как раз вот в пример такой ситуации, когда человек благодаря своему гармоничному внутреннему состоянию он получает максимум от своей работы. Или, например, художник. Художник может сомневаться в своей талантливости, может сомневаться в уникальности своих картин, он может сомневаться в том, что он делает. Выражает ли он достаточно ярко то, что он испытывает, то, что он хочет выразить в своих полотнах. Соответственно, у таких художников, которые очень много сомневаются, вряд ли их картины будут очень популярны, вряд ли их выставки будут интересны людям. А люди пойдут на те выставки и будут приобретать те картины, которые будут казаться им действительно интересными. Только те, чьи авторы будут уверены в том, что они выразили максимум в своих полотнах. Только у тех художников будут пользоваться полотна спросом, кто, например, будет уверен в том, что он занимается тем, чем нужно. Это касается любой сферы деятельности. Один из, например, очень ярких для меня случаев стал такой человек, он занимается сантехникой. Ну и что такое в общепринятом понимании сантехник? Это я об отношении к своей работе. Что такое сантехник? Ну, это такой немножко неопрятный человек, которого ты вызываешь. Он приходит, что-то там делает, просит какие-то деньги от него, может быть, плохо пахнуть или что-то еще. Один раз мне пришлось вызвать мастера по объявлению, потому что был поздний вечер, там случилась какая-то небольшая авария. Нужно было вызвать срочно сантехника. Я вызвала сантехника, который приехал. Он был одет очень аккуратно, выглядел очень аккуратно. У него был такой красивый какой-то вот чемоданчик со всеми инструментами. Он все сделал быстро, он все сделал аккуратно, произвел впечатление человека очень успешного. Я первый раз видела в своей жизни человека, который занимается рабочими профессиями, но он при этом очень успешен. И этот человек тогда как раз вот один из первых, кто заранил в моей голове мысль, что нужно изучить этот вопрос немножко не с тех сторон, которые, ну о которых мы привыкли говорить. Мы привыкли говорить о статусе, мы привыкли говорить еще о чем-то. Но самое главное, самое главное это для того, что нужно быть настроенным на то, что то, чем вы занимаетесь, это без сомнения самое лучшее занятие в жизни. Это второе. То есть очень важны внутренние настройки психологические. Затем вернемся к энергетике. С энергетикой все сложнее. Мы приходим сюда, мы не просто люди, которые, ну вот мы пришли, да, мы некая единица энергетическая. Мы приходим сюда как суммы энергии, которые воплощают в себе и наше прошлое, воплощение, наш прошлый опыт. И опыт наших предков. Наша так называемая родовая карма. Мы сумма всех этих энергий. То есть мы приходим уже обремененные определенными энергетическими запасами. Обремененные в хорошем смысле, потому что там есть и хорошее, и плохое. Мы приходим и как бы пытаемся, мы растем, развиваемся и пытаемся со всей этой энергией работать. Так вот, что я хотела здесь сказать. На тренинге, ну тренинг к богатству, это достаточно серьезная работа. Так вот, на тренинге мы будем работать как раз с кармическими наработками. Кармические наработки – это очень сложная вещь, которая пытается подходить многие конфессии с разных сторон. Но не всем удается это сделать достаточно быстро и эффективно. Я нашла способ, по которому можно это сделать. То есть вы погружаетесь в определенное состояние. Это не гипноз, это просто состояние измененного сознания, легкое. То есть вы настраиваетесь на определенные вещи. Я вас веду, я вас сопровождаю, говорю вам, что вы там видите, что вам нужно делать. И вы освобождаетесь от очень многих кармических узлов. Эта серьезная работа, она возможна как индивидуальная, так и вот в небольшом тренинге, ну в смысле с небольшим количеством людей в тренинге. И только после того, как вы освобождаетесь от определенных узлов кармических, своих и родовых, вы можете реализовывать что-то в этой жизни. То есть нисходящий поток энергии, который поступает к нам и который как раз поступает через первую чакру. Помните, я говорила, что нужно, что я вернусь к задачам первой и третьей чакры. Значит первый центр, он как раз отвечает за реализацию. Вот этот нижний поток, он обеспечивает силы для реализации неких материальных задач на этой планете. Если этот поток входящий качественный, если он мощный, если он хороший, вы умеете им правильно распорядиться, то в этом случае вы можете рассчитывать на то, что в вашей жизни процветание обязательно состоится. С этим входящим потоком мы будем работать на тренинге. И сегодня я вам дам немножко другую технику, потому что людей достаточно много и там требуется определенная подготовка для того, чтобы выполнить технику ТУ. Дальше. Перейдем к третьей чакре. Третья чакра у нас отвечает также за денежный доход, за финансовый доход, за наше здоровье. И если эта чакра заблокирована, то, как правило, это сказывается именно на здоровье либо на события в жизни. Причем события в жизни, они могут быть как раз вот такими не совсем благоприятными в плане карьеры. То есть, когда эти две чакры заблокированы, как вы можете для себя узнать, что они у вас заблокированы. Например, у вас возникает хорошая идея. Если у вас работает голова, если у вас как бы открытые верхние чакры, это очень часто бывает у тех людей, которые занимаются духовными практиками, энергетическими практиками. То есть, они несколько возвышены, несколько оторваны от поверхности. Так вот, если вы начинаете заниматься ими усиленно, но при этом не заземляетесь, вы отрываетесь, либо у вас заблокирован родовой вот этот канал нижний, то вас будут посещать великолепные людей, у вас будут какие-то события даже благоприятные случаться, да, то есть, например, какие-то предложения по работе, либо по бизнесу. Но реализовать их вы не сможете. То есть, казалось бы, что-то начинается, 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 а потом вдруг это по какой-то причине блокируется, закрываются дороги. Я называю это термином закрытие путей. Он возникает по разным причинам. Нужно рассматривать в каждом случае индивидуально, но очень часто вот именно это связано с тем, что заблокированы либо первой, либо третьей чакр. Затем, после того, как мы настраиваем нужным образом нашу энергетику, вернее, не настраиваем, а очищаем нашу энергетику от блоков специальным образом, затем мы работаем с нашим денежным каналом. Ну, я прослушала достаточно много тренингов по денежной магии, потому что, прежде чем кого-то учить, да, необходимо самому освоиться и узнать разные точки зрения на эту тематику. Что я применяю в работе? Во-первых, это техники, которые связаны с погружением в состояние измененного сознания. Они позволяют работать с мыслеформами, они позволяют работать с энергетическими блоками напрямую. Единственное, что нужно это делать обязательно с сопровождением наставника, потому что иначе можно, например, испугаться чего-то, потому что там не всегда красивые вещи у нас в подсознательном сидят. То есть не советую самостоятельно ходить в такие путешествия, но вот в сопровождении наставника это вполне вероятно. Причем у многих людей эти вещи, они дублируются, то есть они очень похожи. Затем я применяю ритуальную магию. Я не просто так потратила достаточно много денег на то, чтобы обучиться у ведущих магов в нашей стране. Яркое очень обучение у Натальи Бонтеевой в центре. Наталья Бонтеева – это победитель битвы экстрасенсов, если кто-то не знает. Я обучалась там и ритуальной магии. Есть очень хорошие ритуалы, которые вы можете сделать после того, как ваша энергетика настроена, вы можете их сделать самостоятельно. То есть это и некие ритуалы, они не связаны там с черной магией, но они, тем не менее, именно носят такой характер ритуальный. То есть там нужно что-то там определенное сделать, перенести, зажечь, там сказать и так далее в определенное время, в определенном месте. Это тоже обязательно я дам вам на тренинге на своем, либо в индивидуальных консультациях. Затем для того, чтобы вам настроиться на энергетику богатства, необходимо, там есть индивидуальный момент в тренинге, именно по настройке каждого участника тренинга. То есть это работа уже между мной и участником. Тоже буду, наверное, не знаю, сегодня успею, не успею рассказать об этом. Вот. Все эти методы, они работают очень хорошо. Используя я рейки в своей работе. Если тут есть мастера рейки, да, или те, кто прошли инициацию первую и вторую ступень, они знают, что рейки великолепно работают тоже на… Да, плюсики вижу. Здравствуйте, коллеги. Тоже великолепно работает на настройке, да, только там очень важно правильно формулировать наше желание. Так вот. Один из моментов, который сегодня я буду рассказывать, это именно то, что… как правильно формулировать свое желание. Потому что, насколько я знаю, не все это умеют делать так, чтобы это действительно работало. То есть вот сегодня я вас научу одной медитативной практике. Сегодня я вас научу, как правильно формулировать желание. И мы с вами потренируемся это делать. Вот. И сейчас для диагностики я бы хотела, чтобы кто-то смелый, у кого есть, например, возможность сейчас прислать мне фотографию на почту, мы можем как раз посмотреть, как работает диагностика чакр. Так. Кто смелый? Я сейчас вам продиктую свою электронную почту. Так. 920 06 18 собакамейл.ру Вот. Вы можете прямо сейчас прислать мне фотографии. Я посмотрю с другого устройства. И мы посмотрим на состояние энергетики вашей. Есть возможность? Кто-то пришлет? Кто смелый? Так. Меня слышно? 920 06 18 собакамейл.ру Давайте. Кто хочет, давайте. Я возьму. У нас время у нас с вами есть. Я возьму одного-двух человек. И как раз будет интересно пообщаться на эту тему. То есть это элементы уже и личной консультации и тренинга. Так. Смотрю почту. Пока нет от вас. Нужна фотография. Фото, имя. Так. У нас пока только Алла смелая. Кто еще? Хорошо. 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 Давайте я настроюсь. Так. На диагностику. Неужели никто не хочет посмотреть, как диагностируют чакры? Так. Вижу. Вижу. Вижу первое. Первое письмо. Так. Одну минуту. Так. Зовут вас как? Кто мне прислал? Красивая девушка с цветами. Кто мне прислал фотографию? Элина. Угу. Так. Ирина. Так. 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 Продолжение следует... 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 То есть такое тоже возможно. И то есть вам при чистке нужно обращать внимание именно на вторую чакру. В этом случае при сблокировке второй чакры у вас не только отношения с мужчинами наладятся, у вас еще и с реализацией все будет хорошо. Помимо этого вы еще по-видимому стесняетесь, скажем так, принимать, у вас есть внутренний конфликт при получении денег. То есть получается, что вы немного, ну как сказать, может быть вы стесняетесь, может быть у вас есть какие-то внутренние блоки, я бы их назвала больше психологическими. То есть если у вас будут, у вас наладятся психологически комфортные отношения к тому, что вы принимаете деньги, да, вам нужно покопаться в психологии, и вы разблокируете вторую чакру, у вас наладятся и с финансами, и с мужчинами. Это будет нормально, это будет хорошо, это будет ровно, это будет так, как вы чувствуете, вам бы хотелось и так, как вы привыкли. Вот, отлично. По поводу работы с чакрами самостоятельной я еще дам советы. Итак, смотрю почту, смотрю следующее письмо. Так. Алсу. Алсу. Давайте посмотрим. Вы должны понимать, что это краткая очень информация, да, что она носит достаточно такой поверхностный характер, потому что на, как происходит консультация. Консультация длится, ну, в районе двух часов. Особенно консультация, если она касается настройки на богатство, настройки на процветание, вот это вот убирание блоков. Из чего она состоит? Сначала мы с вами общаемся. Мы общаемся, я смотрю на картах Таро. Я Таро-лог. Таро – это гомантическая система, которая наиболее полно и точно позволяет отразить энергетическое состояние человека. Ну, во всяком случае, так у меня. Так вот, на Таро мы обычно, ну, наверное, около часа уходим на различную диагностику и вопросы. Человек задает вопросы, а как у меня вот в этих отношениях, а как в этих отношениях, а что мне лучше выбрать? Приходят, например, родители спрашивают, куда лучше дать ребенка учиться. То есть это, ну, как сказать, целая большая работа, там обычно много вопросов. Вот, после этого мы приступаем к чистке или настройке. Иногда приходится делать какие-то дополнительные вот ритуалы, они уже делаются, ну, в определенное время суток, там не всегда во время консультации личной. Вот. Поэтому сейчас мы с вами работаем достаточно поверхностно. Вот, кого я успею, я, в общем-то, посмотрю. И я вас очень прошу, помимо того, что вот я сейчас провожу диагностику, задавайте, пожалуйста, вопросы. Потому что у меня очень много информации по этому предмету. Вот. Я очень рада. Приходите, Ольга. Я, у меня очень много информации по этому вопросу, по вопросу процветания, по вопросу отношений. Поэтому вы сейчас спрашивайте, поскольку у нас тема процветания, спрашивайте, задавайте вопросы, если вам что-то непонятно. Да, я постараюсь сейчас, вот, лента едет, да, с вопросами. Я постараюсь параллельно отвечать на них. Вот. Сейчас мы посмотрим, как у нас энергетика Элины. В Элине я сразу вижу по фотографии грудная, грудная, скорее всего, чакра, да, вот сердечная, она заблокирована. Девочки, надо настраивать себя, тогда в отношениях все будет хорошо. Так, сейчас одну минутку настроимся. Так, и голова. Голова. Голова полна мечт и воспоминаний. Мечты и воспоминания. Так, по поводу АЛСУ. АЛСУ я вам могу сказать следующее. У вас, по-видимому, вот такая информация идет, что, по-видимому, у вас очень достаточно авторитарный отец. И, к сожалению, авторитарность наших родителей, она, с одной стороны, дает нам хорошую базу для реализации, но, с другой стороны, она достаточно жестко блокирует связь вот как раз с верхним потоком. То есть, у нас система заткнутая, она снизу, у нас снизу входящий поток и сверху входящий поток, да, есть некий обмен. Так вот, у АЛСУ, у нее как раз вопрос с входящим потоком, как бы сверху, космическим. То есть, ей тяжело развиваться. У нее как раз, может быть, с реализацией было бы все хорошо, если бы были вот эти вот идеи, вот эти вот встречи, общения, вот эти вот, ну, знаете, вот удача, можно это сказать, некий такой вот, когда складываются обстоятельства благоприятно, да, и вот этого не хватает. Такое складывается впечатление. Плюс, из-за того, что отец достаточно такой, ну, с тяжелым характером, у нее заблокирована вторая чакра. То есть, опять же, вторая чакра, а когда вторая чакра у нас заблокирована, она находится посередине между первой и третьей, и она, соответственно, ну, где-то вот перекрывает возможности какие-то дополнительные доходы. Опять же, если наладить вот эти вот две чакры, чтобы они работали, то у Алсу, в общем-то, может и все остальное тоже наладится. Потому что от родителей идут, ну, неплохие, неплохой поток, очень такой, достаточно хороший родовой, ну, сильная родовая такая вот поддержка рода. Рода. Так. Кого диагноза на Алсу напишите, пожалуйста. Потому что интересно, мне тоже очень интересно, насколько все это соответствует. Так. Сейчас я посмотрю тогда. Дальше. Дальше. Лиана. Лиана. Вопросы какие-то есть еще, помимо диагностики? Я понимаю, что вам всем интересно, наверное, продиагностироваться, но все-таки вопросы. Не авторитарные, но про вторую чакру мне сказали раньше. Нет, у вас еще и верхняя почему-то, да, по какой-то причине. Там есть жесткое мужское перекрытие, возможно, дедушка. То есть надо все равно смотреть, потому что это, скорее всего, родовой блок. Такой вот такой вот родовой блок. Как разблокировать? Ну, я вам скажу, те практики, которые можно осуществлять, да, да, фиолетовая. Те, которые можно осуществлять, ну, скажем, в домашних условиях, без ущерба для здоровья. Да, да, давайте тогда, может быть, сейчас я еще посмотрю пару человек и вам тогда отвечу. Так. Практики, практики, да, практики будут. Так, вот у меня фотография Лианы. Очень идейный человек, с хорошей светлой энергетикой, но есть склонность к депрессивности. И здесь вот как раз другая картина. Здесь заблокирована чакра сердечная. И вот как раз солнечное сплетение. Так. Из-за этого остальные не совсем в порядке. То есть нужно обратить внимание на сердечную чакру и на солнечное сплетение. Значит, как открыть чакру? Ну, такой простой, на самом деле, здесь вопрос. Он достаточно сложный. Я, как скажу по своему опыту. Я все-таки приверженница чисток. Это чистки свечами. Это чистки, то есть такие, знаете, бабушкины методы, которые работают очень хорошо. К сожалению, уреки позволяет только в данном случае немного сгармонизировать ситуацию, но блокировки не убирает. Поэтому здесь хорошо работают воск, здесь хорошо работают свечи, здесь хорошо работают чистки. И, ну, например, вот скажите, пожалуйста, кто вообще знаком с системой Таро? То есть я могла бы сейчас вам дать какую-то чистку по Таро, да, минимальную, которая не навредила бы вам. Так, а кто еще? Кто еще? Так, уже два человека. Это мало. Незнакомо. Нет. Смотрите. Тогда можно сделать по-другому. Значит, тем, кто знаком с системой Таро. Для того, чтобы вы, смотрите, для того, чтобы поработать с Таро, как хорошо можно сделать. Например, это я сейчас кратко расскажу для тех, кто работает с картами и знает. Ну, во всяком случае, мастера-то, они многие знают, но тем не менее, да, коротко о безопасной чистке на Таро. Значит, прежде всего вы берете и кладете фотографию свою. Лучше использовать фотографию, чем настраиваться на себя дистанционно, потому что фотография у нас сразу вас немножечко, ну, как бы дистанцирует от вас самих. Затем, под фотографии вы выкладываете семь карт. После того, что вы их... Я получила фотографию, я просто боюсь, что... Давайте посмотрим, если у нас время останется, я еще вернусь обязательно к диагностике. Хорошо? Договорились? Я вернусь, я посмотрю обязательно карт, ну, фотографии, все, что успею, я вам всем расскажу обязательно. Так вот, когда вы действуете по... Ну, вот, когда вы работаете с Таро, значит, вы кладете, скажем так, в голове. Вы кладете не в голове, а над головой, вы кладете свою фотографию, если вы работаете с собой. Если вы не профессиональный Таро, я не советую вам работать с кем-то другим, сразу скажу, потому что это небезопасно. У Таро есть свой очень сильный, серьезный энергетический потенциал. На Таро можно делать магические ритуалы, очень действенные и сильные. Вот, поэтому, ну, на других людей, если вы не Таролог, я вам не советую, как бы, даже делать предсказания. Извините, перестраховываюсь, но, тем не менее, это так. По поводу предсказаний, если вам интересно, я могу отдельную историю рассказать, как я к этому отношусь, и на что это может повлиять. Так вот, когда вы раскладываете на Таро, вы сосредотачиваетесь на человеке, то есть на своей фотографии, вы смотрите на нее так, как будто вы видите ее в первый раз, и стараетесь сосредоточиться на ваших энергетических центрах. То есть вы раскладываете 7 карт, выкладываете сверху, вниз, либо снизу вверх. Вы делаете это так, как вам комфортнее. Вы выкладываете выборочно из колоды 7 карт и смотрите, там, где лежат старшие арканы, либо лежат негативные карты, скорее всего, есть энергетическое нарушение. Соответственно, после этого вы на те карты, которые носят негативный характер, вы берете вот эти вот кругленькие, беленькие свечечки, или зелененькие, ароматические можно взять свечи, вы берете, ставите их на эти центры, просите их почистить, ваш негатив и ваши энергетические блоки, зажигаете и оставляете таким образом до полного сгорания. Вот такая достаточно простая процедура и она очень хорошо действенная. Сразу предупрежу, что можно после нее немножко поболеть, потому что когда выходит негатив, такое бывает, можно немножко поболеть, можно немножко там пострадать, можно впасть в легкую депрессию, но это буквально 2-3 дня. Это как вот, знаете, как со дня реки поднимается грязь. И прежде чем плыть, но всегда вы ее видите на поверхности. Вот это то же самое. То есть, когда вы чиститесь, после хорошей чистки, у вас обязательно должны быть какие-то либо физиологические проявления, либо какие-то проявления, ну вот, как сказать, такого характера, типа депрессивного, что-то такое. Вот это если у вас больше психологических зажимов. И все это выходит от вас, и оно уже выходит навсегда. Помахали ручкой, посмотрели, как мрачное кино, помахали ручкой, вы были благополучно, живете дальше, настраивайтесь на лучшее. Потому что вообще чистка, хорошая чистка, что она делает? У меня есть очень четкая ассоциация, вот после того, как уже много клиентов, да, прошло через эти чистки. После хорошей чистки, такое впечатление, что вдоль нее человек ходил, ну вот где-то недалеко от дороги, или далеко от дороги, где-то в чаще, в кустах каких-то, он заблудился. После того, как сделана чистка, его как будто бы потихонечку-потихонечку начинает выводить на ровную дорогу. И дальше он уже идет, идет и идет. Он идет прямо, он идет ровно, у него нет лишних, никаких препятствий, то есть у человека развязаны ноги, он вышел на свой путь. Там могут быть какие-то, не то, что там, знаете, красная дорожка постелила, и все, сейчас, 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 сейчас посоветую. Вот, то есть после любой чистки, не только, это не только Таро касается, после любой хорошей чистки, у вас сначала будет немножко потряхивать, прежде чем вы по рукам вам к этой дороге подойдете, подбежите, и потом вы уже пойдете по ровной дорожке. Итак, дальше. По поводу чисток без карт Таро. Вы должны также положить фотографию свою. Я предупреждаю, что нужно работать со своими фотографиями, потому что в этом случае ваш риск минимален. Вы кладете в, как бы, свою фотографию, под ней кладете лист А4. Этот лист А4, вы на листе А4, вы изображаете просто тело человека. Просто вот, ну, знаете, как дети рисуют, там, голова, тело, руки, ноги. Там вы рисуете 7 чакр. Поскольку вы не можете предоагностировать, как на Таро, вы просто аккуратненько на каждой 7 чакр ставите вот такие круглые свечечки. И также просите их почистить ваши негативы и ваши блоки. Включаете их, не зажигаете. И пусть они догорают до конца. То есть, вот они на этом альбомном листе, во главе альбомного листа лежит ваша фотография. Вы их зажигаете, ставите, и они у вас работают. Так, есть жалобы, что нет видео. У вас у всех нет видео или только у Элины? Есть видео. Отлично. Итак, давайте еще раз. Значит, если вы работаете, я очень рада, что все нормально со связью. Так, значит, еще раз. Если вы работаете с картами Таро, это преимущество, потому что вы можете еще провести диагностику. Если вы не работаете с картами Таро, вам очень хочется почистить ваши чакры, вы можете сделать такую процедуру. Вы рисуете на листке А4 человека в голову или под лист А4, кстати говоря, можно и так. Вы кладете фотографию свою и, соответственно, на каждую семи чакр, отмеченных, да, кружочком, вы ставите, вы ставите уже вот эти вот круглые свечки. По поводу того, у кого пошел процесс. Дело в том, что моя энергетика автоматически реагирует на ваши жалобы. Это происходит не, ну, потому что вот так, вот она у меня такая. Поэтому можете жаловаться. Это будет дополнительный бонус, она в автоматическом режиме начинает, ну, как сказать, на ваши жалобы реагировать какими-то позитивными изменениями. Так что можете писать. Я не против. От меня это практически не зависит, это свойство моей энергии. Вот. Теперь по поводу чистки сказала, давайте посмотрим, кто из вас еще прислал фотографии. Так, Татьяна. Татьяна. Татьяна прислала фотографию вдвоем с мужем. Здесь, к сожалению, я не могу вам провести диагностику, потому что на фотографии вы должны быть одна. поэтому, пожалуйста, перешлите. Перешлите, пожалуйста. Да, сердечная чакра, она действительно... Смотрите, по поводу интуиции. Интуиция у нас это... У нас получается шестая чакра. Да, вот она. Она зависит не только от... То есть, интуиция зависит не только от самой вот этой чакры. Она зависит еще и от верхней чакры седьмой. И она зависит в целом от умения вас прислушиваться к своему внутреннему голосу. Это очень важно. Я, скорее всего, да, получила. Я буду периодически возвращаться к фотографиям, которые прислали. Здесь достаточно много фотографий. Я буду возвращаться к этому. Так вот, по поводу интуиции. Для того, чтобы интуиция работала, вам необходимо тоже быть настроенным на восприятие своей интуиции. То есть, понимаете, ну, например, вот у меня интуиция хорошо работает, да, когда я диагностирую людей, я великолепно это делаю, когда касается меня. То есть, мне интуиция уже практически кричит и красным флагом машет. Нет, Оля решила, что она пойдет туда, значит, она туда идет. Понимаете? То есть, это, ну, как сказать, вы еще должны, помимо того, что она у вас работает, вы еще должны ее слушать и уметь вот эту гибкость проявлять, проявлять вот эту вот гибкость и готовность слушать свою интуицию. Потому что, если вы ее не слушаете, она уже потихонечку замолкает. А у вас еще, скорее всего, почему с интуицией, у всех людей с интуицией все хорошо, на самом деле, практически, ну, кроме вот совсем заблокированных. Вот. У нас родители, у нас воспитание, оно такое плавно, что, как бы, если ты пообещал, ты должен пойти и сделать. Ты чувствуешь, что ты не хочешь идти делать, но тебе нет никаких оснований для этого, поэтому ты идешь и делаешь. И это неправильно, потому что нужно слушать свою интуицию. Возможно, что очень многие люди избежали бы многих несчастных случаев и происшествий и всего остального, если бы они слушали свою интуицию. нет, вот потраченные деньги нужно ехать. Обещано было, что я туда явлюсь к такому-то времени, значит, я туда поеду. Мне интуиция говорит, не надо, нет, я беру и еду. То есть, вот это свойство людей, ну, нашего времени, когда у нас, у нас же не принято поменять во внимание такие вещи, как интуиция. Мы должны, обязаны, обещали, все пошли, сделали. Вот. И получаем, соответственно, какие-то, ну, негативные последствия. Поэтому, по поводу интуиции на работе, нужно быть предельно внимательным к своему внутреннему голосу. Это первое. Второе. Опять же, если вы настроены, если ваша работа напрямую приносит вам деньги, вы не просто на зарплате сидите, да, от вашей работы зависит, зависит ваши доходы, то здесь, опять же, должна быть адаптирована энергетика к получению этого дохода. По поводу дохода. У каждого человека, когда он рождается, есть, ну, свой денежный канал. Он есть у каждого. Он у всех изначально, так же, как все остальное, разного размера. То есть, у всех совершенно индивидуальные параметры физиологические и также точно энергетические тоже. Поэтому, размер денежного канала, я обсуждала с астрологами, они говорят, что это все, вот оттуда, кто-то еще что-то. Ну, в общем, размер денежного канала очень индивидуальный. Но, у многих, вот представьте, что есть труба, да, и по этой трубе может, ну, вот у нее такой-то диаметр, там, например, 10 сантиметров. Но если у вас из этих 10 сантиметров еще 5 забито какой-то брянью, какими-то блокировками, то, соответственно, к вам течет уже тонкий ручеек из того, что могло бы быть. Поэтому, не всегда даже нужно расширять денежный канал. Иногда достаточно просто его почистить, чтобы тот поток, который вам дан от природы, пошел к вам в полную силу. И вам, возможно, этого будет вполне достаточно. Ну, если кому-то недостаточно, те уже занимаются тем, что они этот поток наращивают. Они этот диаметр своего денежного канала, они его расширяют. Для начала нужно хотя бы почистить и посмотреть, какого он размера. Потому что не всем нужны миллионы долларов, на самом деле. Достаточно тех, кто... Достаточно того, что там будет на полную... Вот он хорошо зарабатывает каждый месяц этот человек, да, при работе по найму. Иметь благоприятную атмосферу в коллективе. И у него все будет получаться со всеми его проектами, со всеми его задумками. Вот. Как почистить денежный канал? Наверное, это я не планировала на этой встрече давать. Это, наверное, уже давайте на тренинг. Там уже будем разговаривать об этом. Вот. Но изначально чистка денежного канала, она начинается именно с чистки чакр. То есть, если кто-то из вас не планирует идти дальше на тренинг, да, дома самостоятельно, то тогда почитайте про чистку чакр. И поделайте хотя бы вот эти вот вещи со свечками, то, что я сказала, на чакру ставите свечки и чистите. Вот. Так. Дальше. Вот это здорово. Вот это человек дело. Свечи уже горят. Хорошо. Я мысленно с вами, я вам помогаю. Так. Дальше. Так. Ушла, ушла с мысли. Ну, давайте посмотрим пока, кто еще прислал мне фотографии на диагностику. Так. Инна. Инна, давайте посмотрим. Уинни очень хорошее заземление должно быть. Очень хорошее заземление. Просто потенциал родовой очень сильный. Плюс прям крепко. Это называется, люди стоят крепко обеими ногами на земле, но могут быть из-за этого проблемы с ногами. Если слишком хорошо, тоже нехорошо. Так. Да. И у Инны во второй чакре очень плохая карта. Значит, что я могу сказать? Инна здесь с нами хотелось бы не в пустую говорить. Я смотрю Инну. Вот. Да. Значит, смотрите. У вас также серьезная ситуация вторая чакра. У вас очень хороший входящий поток. Вы предрасположены к тому, чтобы хорошо сохранять имущество. И давать своему мужчине, как сказать, ну вот женщина в отношениях с мужчиной, она дает ему энергию для реализации вовне. То есть, она ему дает энергию, она за ним ухаживает, она с ним занимается сексом, она ему дает вот эту вот подкормку, а он уже реализует это во внешнем мире и приносит ей домой обратно в виде материальных ценностей. То есть, некий такой круглый оборот вещей в природе, энергии в природе. Так вот, у вас именно великолепный для этого есть потенциал. у вас во второй чакре лежит очень плохая карта. То есть, в связи с чем это произошло, это надо разбирать, наверное, даже больше не на тренинге, а на индивидуальной консультации, но она у вас заблокирована практически полностью. Вот. Из-за этого у вас могут быть какие-то сложности, ну, возможно, в финансовой сфере со здоровьем, скорее всего, какие-то сложности, да, особенно с органами, расположенными в животе, скажем так, должны быть какие-то проблемы со здоровьем, возможно, из-за этого. То есть, вам нужно работать и вот, честно говоря, когда вот такие карты выпадают на человека, я не буду озвучивать карту, вот, но когда такие карты выпадают, то это однозначно чистка, причем не самостоятельная. То есть, вот свечки, если вы поставите, ну, может быть, если много-много раз поставите их, вот, тогда это сработает. То есть, это да, это вот к специалисту обязательно на чистку, на хорошую чистку яйцом, свечками, заговорами и так далее. Вот. Так, дальше, дальше, дальше у меня Людмила, очень интересная энергетика у Людмилы, очень многоцветная такая. Так, Людмила с нами? Да, с шарфиком, с шарфиком. Многоцветная энергетика у вас. Сейчас я всех, кто... В принципе, я думаю, мы успеем всех посмотреть, хотя бы коротко. У нас время еще целый час, так что мы успеем. Людмила умеет зарабатывать деньги, умеет, но не знает как. Потому что... Потому что... Потому что сердечная чакра и чакра солнечного... В чакре солнечного сплетения блокировка. А блокировка там в чакре солнечного сплетения она связана еще и с янской энергией каким-то образом. Она связана... Вторая чакра тоже вот заблокирована. Перевернутый император. Возможно, какое-то было подавление со стороны мужчины. Не... Ну, как сказать, негармоничные отношения какие-то либо в семье, либо вот с мужем. Поэтому нужно смотреть по... Еще там дальше по другим диагностикам. Но в целом у вас просто огромная, мощная родовая поддержка. Но при этом вот реализация не наступает. Вам нужно заняться второй, третий чакрой чисткой. Обратите внимание, поделайте ритуалы. Вы это можете. У вас получится. Так. Дальше. Дальше. Смотрим. Так. Фото. Ксения. Ксения у нас потерялась где-то. Потерялась. Потеряла направление. Как ни странно. Человек, который сменил направление деятельности и, в общем-то, видимо, куда-то не совсем туда. Знаете, как я могу охарактеризовать то, что приходит сейчас на первое, что приходит в голову, это то, что человек как бы не совсем своей судьбой живет. Так. Сейчас посмотрим. Так. Давнее фото. Ну, лучше свежее фото отправлять. Давнее. Что значит давнее? Можете, конечно. Ну, просто насколько будет актуальна сейчас диагностика. Не могу сказать. В общем-то, стараюсь, чтобы были фото свежие. Так. Во всяком случае, сейчас в рамках вот такой поверхностной настройки лучше. Чем более новая информация, чем более свежая, тем, ну, как бы она лучше обрабатывается моими, скажем, моими интуицией, моими органами чувств. Так. Ксения. У Ксении, к сожалению, сердечная чакра. Так. У-у-у-у-у-у-у-у. Вы знаете, наверное, даже... Сейчас, если... Да. У Ксении очень похоже. Я не люблю это все ставить поверхностные эти диагнозы. Но у Ксении очень похоже на то, как если бы ей либо сильно позавидовали, либо нанесли какое-то внешнее магическое воздействие. Вот. Так скажу. То есть, с этим нужно обязательно тоже работать со специалистом. Тоже свечки какие-то, это, ну, как не особо... Ну, какое-то облегчение вам дадут, но не такое, как... Так. Извините, если кому-то не порадую, потому что, ну, с другой стороны, вы, наверное, не ждете от меня там каких-то особых утешений. Не даю, говорю, как есть. Так. Фото отправить 920-06-18 в собакамоу.ру Можно туда. Так. Теперь у меня здесь фотография Лиана. Так. Лиана, вы же мне отправляли, по-моему, уже одну фотографию. Правильно я помню? Мне так кажется. По-моему, уже одна была фотография. Да. А у вас она... Нет, я уже вас смотрела, Лиана. Я уже вам говорила. Давайте мы не будем по два раза. Так. Татьяна. Татьяна. Очень интересная дама. Так. Татьяна. Посмотрим. Татьяна, к сожалению, вот в голове есть верхние чакры. Чакра идет определенный. В верхнем центре идет голова, в принципе, вся. Она заблокирована очень. Так. И из-за этого очень хорошая, сильная энергетика. Она вся... То есть, карты, смотрите, они все... Какая Татьяна? Так, как мне назвать... Тут нет фамилии, к сожалению. Так. Не юная дама, с челочкой, такая интересная дама. Могу сказать... Знаете, что... Могу сказать... Электронную почту Скорпион 4ИК. Так, понятно, какая Татьяна? Отзовитесь. Все, понятно, да? Так вот, Татьяна, у вас очень хорошая энергетика, практически магическая энергетика, но у вас карты ложатся перевернутые, потому что у вас, к сожалению, как раз вот что-то происходит, то ли у вас меняется вировоззрение, то ли у вас какое-то идет вот какое-то двойственное отношение к очень важным вещам, к очень важным понятиям. У вас сейчас может быть придется становление. В этот период становления он работает как блокировка на ваши чакры. Вот я вам так скажу. То есть все, может быть, было бы совсем по-другому, если бы вот этот период становления, который для вас важно пройти, но пока что вы в процессе. То есть вам нужно работать с головой, причем я бы так, тут даже дело не в чистке, а тут больше дело в настройке. То есть вам нужно прийти к какому-то гармоничному состоянию. Насчет получится нового дела не в рамках, наверное, все-таки я не буду сейчас брать на себя ответственность и быстро вам отвечать на этот вопрос. У вас некий раздрай. То есть у вас есть с одной стороны хороший потенциал, с другой стороны большие сомнения. И возможно, что вы себе как сказать может быть вы сомневаетесь в людях, которые рядом с вами, понимаете. Может быть вы как-то сомневаетесь еще в каких-то моментах. То есть вам нужно как бы очень четко ответить себе на ряд вопросов, на какие-то вопросы очень четко ответить себе честно. То есть и может быть какие-то придумать варианты сейчас говорю наугад, если, например, вас в чем-то не устраивает партнер, нужно честно себе сказать в чем. Иметь готово к определенным последствиям либо иметь какие-то запасные варианты действий в случае если он поворачивается к вам какими-то негативными сторонами. Ну и старайтесь гармонизировать процесс общения с партнерами, с контрагентами, с какими-то клиентами. Постарайтесь гармонизировать этот процесс. Ну и разные способы есть. Самый простой это мысленно взять и обнять человека просто. Прижать его к себе, обнять, похлопать по плечу, сказать ты такой хороший у меня. Ну и какие-то такие моменты. Так, теперь по поводу как убрать неуверенность. Вопрос по неуверенности. Неуверенность это сомнения. А сомнения это блоки. И соответственно, если вы не уверены, значит вам нужно четко поговорить с собой, в чем ваши сомнения. Понимаете? либо если ваши сомнения касаются кого-то другого отношения с другими людьми, вы говорите об этом. И вы обсуждаете это с другими людьми, и они возможно как-то совсем вас разубедят в том, что вы сомневаетесь в том, что вы вкусно готовите, а вам говорят, да нет, просто у тебя от одного только запаха можно сразу жениться. И все. Это как раз из той категории, когда вы озвучиваете, то есть надо коммуницировать с людьми, если это сомнения касаются отношений, либо нужно коммуницировать с собой и убирать эти сомнения, потому что сомнения это блокировки. Если вы будете сомневаться, вы не сможете реализовать при хорошей энергетике, при хорошем настройке, при хорошем настройке, вот этот код, например, я буду давать код на том же платном тренинге, который я вам предлагаю посетить, я вам буду давать код настройку. Этот код научитесь брать, в дальнейшем вы сможете его каждый раз снова себя настраивать на этот код, когда вам нужно, когда у вас какие-то ответственные переговоры, у вас какие-то перемены в жизни, вам нужно продать гараж, квартиру, вам нужно купить квартиру, гараж, вам нужно построить дом, вам нужно открыть бизнес, вы настаиваете с вами этот код, и соответственно вы привлекаете к себе самые меньшие, самые высокие энергии, самые мощные энергии процветания, какие только есть, и вы не можете их принять, после того, что вы настроены на этот код, если при этом вы в себе сомневаетесь, вы просто перед, вот представьте, что это вот вы, вот энергия входящая, а вы между собой и входящей энергией построили высокий забор, вот это ваше сомнение, то есть с ними нужно работать, от них нужно избавляться, возможно, что в рамках какой-то индивидуальной консультации мы сможем с вами их откопать и убрать, это тоже вариант работы с сомнениями, так, дальше, вот в себе, да, вот в других нет сомнений, вот в себя надо, да, не просто надо верить, потому что когда, понимаете, когда вы верите, это значит, что вы сомнения свои затолкали подальше, туда поглубже и сомневаясь все-таки верите, нет, нужно быть именно вот уверенной в себе, уверенной в том, что у вас все получится, потому что, потому что, и потому, и не потому, что просто потому что получится, то есть вот это вот сомнения не могут говорить кстати о блоках, это может говорить ваша интуиция, что у вас что-то заблокировано, поэтому у вас не получается, так, Так, дальше ничего не отправляется, отправляется, все отправляется, все приходит. Так, давайте дальше посмотрим. Так, давайте дальше посмотрим. Вот она диагностику. Так. Ольга. Ольга. Так, на фоне церкви, монастыря, вот фотография Ольги. Не хочу фамилии называть без необходимости. На индивидуальную консультацию завтра, да, можно будет записаться, но давайте после тренинга мы с вами договоримся. Так, значит, смотрите. Ольга. 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 И в голове сидит плохая программа. Сидит программа на... Да. Сидит программа на бедность. Мало того, очень много... Ольга, а как у вас со здоровьем? У вас вот оперативных вмешательств не было? Потому что что-то много мечей. Ольга. Вы меня слышите? Погон назвать фамилию Прилепская. Ольга. Так, я тогда просто... Я буду тогда сворачивать и следующего человека обсуждать тогда. Ольга. Очень интересная ситуация, конечно. Ну, типа родового, родового серьезного нарушения, родовая программа стоит. Не очень хорошая. Вот. С этим нужно... Вот это как раз тот момент, когда мы сами с вами, как сказать, мы можем почистить себя. Мы можем себя настроить на... Вообще на космос просто. Мы можем себя заковать в рамки, делать все правильно, жить верно, жить правильно, жить согласно своей совести и так далее. Но при этом жизнь нас будет все равно выпасить со всех сторон, просто потому, что мы несем себе вот это вот родовое... Ну, я не скажу проклятие, да, но это некая негативная программа, имеющая родовые корни. И вот здесь как раз нужно с этим работать. Это вот как раз очень хорошо, опять же, вот пойти на тренинг, именно на консультацию, именно на тренинг. Потому что там как раз будет работа с отпусканием вот этих родовых блоков, родовых негативных программ, которые сидят. Потому что, понимаете, вот кто-то когда-то что-то сделал, кто-то когда-то нарушил что-то. И это было, ну, у многих, но у некоторых это приобретает прямо вот, ну, очень серьезное, да, значение для... Уже для потомков. И, соответственно, вам нужно это отпускать. То есть это нужно уметь отпускать, это нужно уметь освобождать от этого, да. Вы можете об этом просто не знать. Вот говорите, не было, вы можете просто не знать. Понимаете, как жизнь, они вот проявляются как блокировки, они проявляются либо на здоровье, либо на событиях в жизни. Я уверена, что у вас, как бы вы говорите, что не было такого, ну, это видно просто по картам. У вас входящий поток очень негативный. Вот этот вот нижний поток, он очень негативный. И вы себя, ну, настаивая на уже хороший лад, вы как бы, вы еще как-то вот по-хорошему переживаете, могут, например, это может потом дальше передаваться дальше по родовому какому-то каналу, да. Вот частично его почистили, а частично это, ну, идет дальше на потомство, например, да. Потому что вот такие вещи родовые, они идут из поколения в поколение потихонечку, потихонечку расходуясь, да. Вот как карма закрывается, вот постепенно какие-то события негативные, вот так же и тут получается. То есть вам нужно обязательно, если вы уже, вот вам пришла эта информация, да, сегодня, там, да, и этого, может быть, кто-то говорил, после этого, может, кто-то скажет, вам обязательно нужно с этим поработать. То есть вам нужно заниматься именно не столько самоочисткой, сколько очисткой рода. И тогда это будут, ну, такие действия, которые вот даже не столько в вашу жизнь привлекут какое-то вот отдельно, ну, у вас, может быть, со здоровьем, да, полегче станет. Но это в целом и для ваших детей, для внуков, для родственников, да, там, для старших родственников, да, там, для старших родственников, если они, ну, они живы, здоровы. То есть это принесет какие-то благоприятные плоды. Потому что не случайная информация такая приходит людям, да, вот, нужно обязательно с этим работать. Мне нужно относиться очень серьезно и работать с ней, нужно очень, ну, очень серьезно относиться к информации, нужно ответственно подойти к ней. То есть с этим надо поработать. Надо почитать про родовые различные нарушения и, может быть, там, либо вот ко мне на тренинге, либо, если вам это не так актуально, может быть, найти, кто вам именно родовую карму почистит. Вот. Так, теперь дальше смотрим. Дальше. Людмила. Людмила. Людмила Король. Людмила, вы здесь, да? Вы с нами. А у Людмилы новая фотография или она уже, сколько лет с фотографией? Людмила. Не вижу реакции. Людмила. 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 Значит, так, скажу, Дмила не отзывается, но в целом, раз уж я посмотрела, я скажу, что как раз вот, ну, в общем-то, этому человеку, наверное, достаточно свечки поставить по чакрам. Я не вижу никаких серьезных нарушений, небольшие есть, небольшие есть тут, ну, перевернуты карты некоторые, но это скорее говорит о каких-то мелких, как сказать, неурядицах, мелких неудачах, но в целом у человека гармоничная энергетика. И, в общем, ну, я бы сказала, что это один из лучших раскладов, которые вот у меня, в общем-то, на энергетику падали. То есть человек занимается, видимо, целенаправленно и приводит себя в порядок. Так, дальше, так, дальше, алифтина, алифтина, так, сейчас, я надеюсь, мы до всех доберемся, у нас еще полчаса, алифтина живет в мечтах, алифтина живет в мечтах, и немножко с горловой чакрой какие-то нарушения, и опять же, вот так, и опять же надо смотреть отношения, потому что, значит, горловая чакра и, это я сейчас про алифтина говорю, горловая чакра, и чакра вторая, то есть половая, они, значит, немножко, у них есть блокировки, то есть надо смотреть, с чем это связано. Тут, мне кажется, может быть, даже какой-то психологический больше момент. Вот, в целом энергетика хорошая, вот, из-за того, что горловая чакра имеет нарушение, из-за этого интуиция немножко, которая могла бы как раз работать очень хорошо, она не работает, к сожалению, так, как это нужно. То есть, вот, вы не извлекаете тот максимум из своей энергетики, который мог бы у вас быть. Вот, и поэтому, ну, иногда, вот, как у меня подружки говорят, печалька. Вот, это вот из этой категории. То есть нужно смотреть, нужно посмотреть на горловую чакру, возможно, там даже какие-то есть, ну, не знаю, там, заболевания, не заболевания, не заболевания, не что-то такое. Так, дальше смотрим. Так, Татьяна. Татьяна Петровская. Так. Немножко букетик мне мешает настроиться. У Татьяны должна быть очень хорошо развитая интуиция, просто великолепная. Но тоже она почему-то у нас немножко работает на негатив. Так. Возможно, какие-то заболевания в области второй чакры или оперативные вмешательства. Ну, в целом, надо тоже обратить внимание на горловую чакру. Я так скажу. Так, давайте переключимся немножечко на... Так, у меня тут вопросы. Свой вопрос задать. Смотрите, я просто говорила, что те, кто хочет посмотреть на... Благодарю, Татьяна. Те, кто хочет посмотреть на диагностику, якобы успею до конца... У нас осталось еще 18 минут примерно. До конца нашего семинара. Они просто могут прислать на почту мне свою фотографию. Вот. И посмотрю. Так. Теперь смотрите. Значит, еще раз. Сейчас я отвлекусь чуть-чуть, потом еще раз посмотрю фотографии. Значит, я немножко, наверное, не успеваю вам дать... Кодировку на богатство. Но я объясню, почему, наверное, она сейчас не очень актуальна. В основном, я посмотрела, что люди, которые мне присылают сейчас фотографии, у них есть нарушение энергетики. Надо сказать, что у многих людей они есть. Потому что у нас не принято за энергетикой смотреть так же, например, как за зубами или за физиологией. То есть, можно... Там, емайл 920-06-18-собакамейл.ру. Туда вы можете отправить фотографию. Вот. 920-06-18-собакамейл.ру. Значит, смотрите. У нас не принято за нашей энергией ухаживать. Мы привыкли, что мы состоим из физического тела. Его мы моем, его мы там всячески облагораживаем. А наше энергетическое тело, оно остается как бы... Ну, его же как бы нет. Мы же его не видим. Культуры ухаживания за ним нет. А я давно сделала выводы, что люди, пока живут в процессе жизнедеятельности, они, конечно, как-то там самоочищаются. Но, как и всем, как и физическому телу, да, как и всем материальным предметам в этом мире, периодически нам нужны чистки. Поэтому я рекомендую этот вопрос детально изучить. Я рекомендую обращаться к людям, которые умеют это делать правильно. Так, чтобы не нарушить вашу энергетику, а только улучшить ее, да. То есть нужно... Чистку тоже нужно. Это очень... Процедура очень серьезная, да. Это как баня, с которой нельзя переборщить. Которая может определенные негативные... Вы заметили последствия, если вам сделают, то это неправильно. Поэтому аккуратно выбирайте целителя. Я рекомендую обращаться ко мне, потому что я помимо чистки делаю еще и рейки. То есть я наполняю вас после чистки, наполняю вас энергией благотворной, да, которая закрывает все дыры после убирания блоков. Она наполняет их очень хорошей, качественной энергией. Поэтому обязательно находите такого... Обязательно находите такого человека, который именно правильно подойдет к вашим чисткам. Но чистки делать надо. Время от времени. Зависит от жизненной ситуации. Зависит от того, какие кармические наработки у вас есть. И какие из них действуют, да, активно. Вы можете смотреть это по событиям в своей жизни. Вот посытится у вас одно за другим. Делаете, делаете, не получается, да, ну или как будто связаны, либо перекрыты дороги. Приходят хорошие идеи в голову, они не могут реализоваться. Отношения не клеятся. Вроде бы рядом есть люди, которые хотели бы этих отношений. И будут, вроде бы, не против, но при этом они не клеятся. То есть в этом случае я рекомендую, прежде всего, почиститься. Почиститься, наполнить своей энергией гармоничной, да, отрегулировать свое внутреннее состояние на гармонию. И у вас уже что-то пойдет. Даже без специальных настроек на что-то еще, да, только за счет того, что ваша энергетика стала, ну, здоровой. Понимаете, это вот как вот говорят в здоровом теле, здоровый дух. Также точно при здоровой энергетике здоровая жизнь. То есть у вас начинает выравниваться потихонечку, у моих клиентов начинает потихонечку выравниваться все. Там в течение нескольких месяцев после чистки хорошей, они выползают, я говорю, из вот этих кустов, по которым они ходили, да, и как бы не знали, куда им пойти. Они где-то забеглились. Кто-то приходит с жалобами, что у них жизнь идет просто вот как вот один день сурка. То есть они не могут ничего поменять. На это нет сил, нет энергии, нет еще чего-то. То есть если есть люди, у которых все валится наоборот из рук, есть люди, которые находятся в депрессии. То есть вот максимальному большинству из них прежде всего вам может чистка. Потому что если у вас энергетика заблокированная по разным причинам, у нас же еще никто не отменял всяких различных походов к бабкам, зависти никто не отменял. То есть если вы даже сами никому не завидуете, если вы сами не выходите на негатив, вы тем не менее можете стать объектом каких-то воздействий. Этого никто не отменял. Я даже предположить не могла раньше, вот когда-то там давно, что столько людей ходит и чего-то там на кого-то делает. Поражаюсь этим людям, но они есть. И соответственно нужно об этом тоже заботиться. То есть нужно понимать, что вы можете там, ну, например, вам может кто-то позавидовать. И все. И у вас где-то что-то пойдет сбоить, что-то не клеится. От этого всего очень хорошо помогают чистки. То есть это первый главный шаг на пути к тому, чтобы наладить свою жизнь. Дальше вы уже, соответственно, что вам нужно. Если это отношения, значит вы гармонизируете отношения с любимым человеком. Вы используете какие-то лайтовые ритуалы из магии, да, там делаете что-то такое, что не вредите, да, вы именно работаете с пространством отношений, да, благоприятным. Если вы хотите достичь богатства, процветания, если вы хотите, чтобы вам в карьере где-то везло, да, чтобы были открыты пути, значит нужно работать с нижними чакрами. Нужно наставить себя на код богатства определенным образом. То есть у каждого свой, я еще раз говорю, у каждого свой денежный канал. Этот канал, ну, во-первых, его нужно расширить. Но самое главное первое, это нужно его почистить. После чистки канала вы начинаете уже дышать в полном груди, вы начинаете получать те возможности от жизни, которые вам даны изначально. И которые в данный момент не работают, потому что они заблокированы. Так, вопросы есть какие-то у вас, потому что осталось 10 минут. Очень хотелось бы какие-то вопросы услышать. По поводу фото, там очень много фотографий людей, которые, ну, отправили. Я не знаю, я подумаю, что с этим делать. Ну, прежде всего, я все-таки рекомендую вам обратиться, наверное, все-таки на консультацию. Потому что, понимаете, то, что я сейчас вам тут набегу, рассказываю. Причистки, да, должны сгореть до конца. Свечи, причистки должны сгореть до конца. Потом вы их выкидываете. Вот, поэтому, пожалуйста, я хотела бы услышать все же вопросы сейчас по теме, если они у кого-то есть. Вот. На диагностику приходите на консультацию, потому что, ну, вы получите не только консультацию, но от того, что я вам сейчас там скажу, что у вас болит или там, что у вас заблокировано, вы, по сути дела, ничего не поменяется. Лучше, если вы придете на консультацию, потому что после консультации у вас поменяется все. У вас поменяется эморгетика, у вас поменяется состояние. Потому что не просто консультация, это еще лечебный сеанс. Поэтому лучше обращайтесь туда, потому что это будет хотя бы иметь какие-то благоприятные для вас результаты. Мы с вами познакомились, вы видите, что действительно я неплохо диагностирую, но самое главное, что я очень хорошо работаю именно с энергетикой. Поэтому реально, да, реально я вам действительно могу помочь. Поэтому постарайтесь лучше туда, потому что, ну, здесь на поверхности, ну, что вот, я, по сути дела-то, несколько человек успела просто рассказать и все. Вот. Так. У беременной дочери что делать? Чем это опасно? Так, по поводу, смотрите, консультация длится 2 часа с чисткой. То есть консультация включает в себя не только диагностику, она включает в себя чистку. То есть вы около часа задаете вопросы все, которые вас интересуют. Не только касаемо вашей энергетики. Вы получаете полную картину того, что сейчас происходит в вашей жизни и почему. Потом мы с вами разрабатываем и записываем ваше желание. Мы запускаем ваше желание на реализацию. То есть сначала мы вашу энергетику чистим и гармонизируем, потом отправляем ваше желание на реализацию. У меня вот лежит книжка толстая. Там уже это желание у моих клиентов очень много исполнено. Пользуйтесь ситуацией, потому что это не всегда получается. Желание правильно загаданное, оно обязательно реализуется в случае, если оно вам не навредит. Так, и вот еще раз, консультация длится там 2-2,5 часа. Я себя сильно не ограничиваю и много людей в день не принимаю, потому что я люблю с каждым человеком поработать индивидуально, поработать конкретно и так, чтобы действительно вы дали результат. Понимаете? Поэтому, пожалуйста, приходите, вы точно не пожалеете. Теперь, дальше. Так, что я хотела еще сказать? Я хотела по поводу желаний. Есть ли у вас сейчас интерес? Я вам расскажу быстренько, как правильно выписывать желание на реализацию. Интересно вам или нет? Так, интересно. Смотрите, значит, по поводу желаний на реализацию. Очень важно формулировать желание следующим образом. То есть сначала вы пишете для женщин имя, отчество, фамилию. Вы записываете имя, отчество, фамилию. И если вы замужем, то есть у вас сейчас фамилия поменялась, вы перечисляете фамилии с самого начала. То есть девичью фамилию, фамилию замужем, например, да? И ту фамилию, которую вы носите сейчас, если она еще раз поменялась. Это очень важный момент. Как сказать? Это прицел. Прицел для той энергии, которая исполняет ваше желание. То есть смотрите, что вы делаете. Вы пишете, значит, имя, отчество, все свои фамилии. После этого вы пишете, имею или за такой, в минимально короткий срок. Например, тут у него забеременела. Забеременела в минимально короткий срок или в минимальный срок. Значит, что сделала, то есть как свершившийся факт. И благоприятно там для себя и своей семьи. Понимаете? То есть вот эти вот моменты нужно очень важно четко проговаривать. Такая-то, такая-то, в минимальный срок забеременела, родила здорового ребенка. Если это по финансам, значит, за такой-то короткий, там, минимально короткий срок, такая-то, такая-то, минимально короткий срок, получила работу в крупной иностранной компании на должности такой-то и имеет максимально высокий доход и хорошие отношения в коллективе. То есть вот эта формулировка, она должна быть четкой. Вы можете завести себе, тоже на тренинге расскажу, вы можете завести себе специальный блокнот для исполнения желаний. Он заряжается определенным образом. Для того, чтобы желания, которые там записаны, они постоянно находились в реализации, постоянно подпитывались вашей энергией. Потому что вы сами знаете, что только энергетически заряженные желания, они имеют свойство сбываться. Вот почему наши страхи часто сбываются? Потому что мы их энергетически заряжаем. Это эмоция, это не просто мысль. Это мысль, заряженная довольно сильной эмоцией. И также точно вы должны уметь заряжать наше желание. То есть одно время я даже экспериментировала с такими вещами, там, я боюсь похудеть. Ой, как я боюсь, как мне страшно. Как мне страшно похудеть. И это работает, потому что вы получаете, вот это ваше желание, оно получает мощный заряд. На тренинге также я расскажу, как работать с определенными лучами пространства, которыми можно также заряжать ваше желание, работать с вашими чакрами, работать с вашим денежным каналом и заряжать его. То есть это все тоже на тренинге. Приходите, буду очень рада вас видеть. Мне было приятно с вами общаться. Если есть какие-то еще вопросы, вот тут у нас минутки 3-5 у нас есть, ну, задайте тогда ваши вопросы. Вопросов нет? Тогда я вас жду на своих консультациях. Я вас жду на тренингах своих. Еще раз. Да. Еще раз. Так, по поводу грыжи не совсем понятен вопрос на самом деле. Тут надо, наверное, лучше сместить с фотографией на индивидуальную консультацию все-таки. Так, на письма постараюсь ответить по возможности. Вот, ну, попробуйте все-таки, как бы, приходите ко мне на консультации. Что-то еще важное упустила, хотела сказать. Значит, вы можете найти мои тренинги вот у организаторов. Там же, наверное, какие-то контакты вам смогут предоставить. Вот. Приходите, буду рада вас всех видеть. Рада была с вами пообщаться. С кем-то я успела даже энергетически познакомиться. Так что всех вас жду на своих консультациях на тренингах. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, что вам понравилась информация, была полезной. А вот. Все. Ваша Ольга Ци. Спасибо, спасибо. Все. Все. Все тогда. До свидания. До встречи. И снова всем добрый вечер. Меня слышно. Можно попросить обратную связь. Дорогие участники конференции, слышно меня? Раз, раз, раз. Так, Татьяна, благодарю. Да. Вот Ольга уже начала. Давайте поблагодарим нашего спикера. Спасибо всем за обратную связь. Давайте поблагодарим спикера. Очень интересное было выступление. И со многими сегодня индивидуально поработала, да, наша Ольга Ци. Тема, конечно, интересная. Много слышала, но, допустим, про энергетический код впервые. И подход к теме у специалисты интересные комплексы. И про работа блоков кармических узлов, и работа с чакрами, и работа через погружение в состояние измененного сознания, магические ритуалы, и многое другое. Достаточно такой комплексный подход. Ольга дала интересные практики. Судя по переписке в чате, некоторые уже успели их попробовать на себе. Я там видела вопрос, должны ли свечи догореть до конца. Чат уже промотался. Да, Ольга говорила, должны прогореть свечи до конца. Повторю просто. Специалиста мы сегодня увидели непосредственно в работе. Что на вебинарах случается? Не часто. Кому-то повезло. Кто простеснялся или не успел? Ну что ж, теперь на индивидуальную консультацию. Ссылочка в чате есть. Переходите по ссылочке. Консультация в скайпе. Двухчасовая, да, может быть и больше. Основные направления консультации у Ольги Ци – это диагностика человека, отношения и ситуации с помощью карт-таро. Исцеление энергетики. Это снятие негатива, наполнение благотворной энергии, постановка защиты. Также настройка на код любви или код богатства и успеха. И запуск ваших желаний на реализацию. Еще коллеги часто обращаются за помощью к те, кому необходимо привлечение удачи. Нужна помощь в личной жизни, толчок в работе или в бизнесе, мягкий выход из депрессии, избавление от негативного воздействия. Она им помогает этим людям. Как объясняет Ольга свои методы, мы все состоим из информации и энергии. И многие вопросы можно решить, исцеляя биополе человека, исцеляя его род, энергетику дома и офиса, настраивая все это на гармоничный вклад. Консультация стоит 2800 рублей. Это 2 часа в чате. Комплексная проработка проблемы и предварительная диагностика. Очень интересно, кто это, обратите внимание. Сегодня мы видели только небольшую часть. Тут весь вебинар был меньше времени, чем консультация. Поэтому представьте, сколько информации Ольга выдаст на индивидуальные консультации. Кроме того, предложен тренинг «Код богатства» как раз к теме сегодняшнего выступления. Все сегодня захотели больше проконсультироваться, поэтому про тему поговорили мало. Ольга пишет, что мир — это проявленная энергия. И у успешных людей, известных актеров, бизнесменов, политиков особая энергетика. И на тренинге вы наладите вашу энергию. В результате волна процветания поднимет вас на новый уровень. Уберете внутренние блоки и негатив. В результате станете сильными, гармоничными. Вы примете «Код богатства», который Ольга в индивидуальном порядке отправит на своем тренинге. Каждому в индивидуальном порядке. И ваша энергетика станет такой же, как у успешных людей. В результате вы притянете к себе процветание и успех. Тренинг рассчитан на 6 часов. Ольга, насколько мне известно, набирает небольшие группы по несколько человек, чтобы каждый мог полноценно участвовать в процессе, получать ответы на свои вопросы. Удобные время и график для проведения обучения согласовываются с учениками. Так что не переживайте. Как у вас там со временем будет, договориться с умеете. Ваши результаты призовут все ожидания. Избавитесь от блоков, в том числе от родовых кармических узлов. Настройтесь на прием энергии, богатства и процветания. Сформулируйте желанную цель. С помощью Ольги заведите ее на исполнение. И в будущем вы всегда сможете настроиться на процветание, заряжать новые желания на реализацию. То есть вы научитесь это делать, и у вас уже будет инструмент, с которым вы сможете дальше идти по жизни. Вот тоже как пишет Ольга, да, что сейчас вы рисуете события в своей жизни мелом на асфальте. После прохождения моего тренинга будете писать яркими, сочными красками, на чистом и холсте. Всполняя свои мечты. Запишитесь прямо сейчас на тренинг под богатство. Сделайте первый шаг к своему благополучию и процветанию. Цена 3900 рублей. Кто заинтересовался, переходите по ссылочке, заполняйте простую форму заказа. Всего несколько пунктов. Обратите внимание, стоит, потому что на тренинге вы наладите вашу энергетику, уберете внутренние блоки и негатив, станете сильными, гармоничными, примите код богатства. В индивидуальном порядке Ольга передаст каждому участнику тренинга, каждому индивидуально. И ваша энергетика станет такой же, как у успешных людей. В результате вы притянете к себе процветание и успех. Выбирайте, что вас интересует. Тренинг или консультация. Заполняйте простую форму оплаты. Способы оплаты разнообразны. Яндекс.Деньги, Киви. Киви позволяет оплачивать как через терминалы Киви, также со счета мобильного телефона МТС, Мегафон, Билайн. Также оплата с Киви кошелька, с банковской карты привязанной к Киви кошельку. То есть тут тоже возможностей много. Также привычная всем оплата на Сбербанк, есть еще вебмани и PayPal. Если кто-то не найдет удобного для себя способа оплаты, пишите в чат прямо сейчас или пишите нам в личку. Наши контакты уже были в чате. Сейчас Татьяна еще раз вносит. Татьяна, пожалуйста, контакты. Мы подберем то, что вам будет удобно, проконсультируем. И не забывайте отправлять сообщения нам по факту оплаты в Skype или на почту. Тогда вы намного быстрее сможете получить свой заказ. Кстати, были вопросы по поводу записи. Давайте пока у нас скоро будут выступать Елена и Юрий Светлова. Тоже очень интересное вступление будет на тему изобилия и процветания. Так что оставайтесь с нами. Кто с первого вебинара, кто только пришел, приветствую. Был вопрос по поводу записи. Запись вебинаров будет. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо.